Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как достичь полной свободы. Прежде всего, хочу рассказать, что такое полная свобода, как я ее понимаю, потому что многие люди говорят, ну, просто полной свободы не существует. Да, в какой-то степени это так. Абсолюты в нашей Вселенной недостижимы. Что я имею в виду под полной свободой? Это выбор, свобода выбора и способность быть собой в полной степени, способность быть другими, то есть сочувствовать, сопереживать, чувствовать других, способность выполнять то, что считаешь правильным. То есть это расширение. Свобода, она заключается в чем? Когда человек может быть, ну, скажем так, не запертым в клетке, да, то есть не запертым какими-то осуждениями ума, потому что не свобода, это противоположность свободы, она заключается в чем? Когда человек сковывает себя, то есть он ограждает себя от всего, что он считает ненужным, опасным, неправильным, то есть и ограничивает он себя даже не физически, а с помощью суждений. Что такое суждение? Он, например, решает, что ему что-то опасно, что ему что-то не нужно, что это ему мешает, что это плохо, да, то есть и все. И он закупаривает себя, то есть становится таким, ну, скажем так, нелюдимым, он становится, бывает агрессивным или наоборот боязненным, то есть у него наступают такие состояния, когда он не может действовать осознанно. И вот я проходил тоже через все это, то есть до 20 лет я жил обычной жизнью, и было состояние такое, ну, вот как бы, ну, непонятно, что делать, зачем делать, как делать. То есть и когда я начал заниматься процессингом, я начал обучаться, я начал получать процессинг, то есть я начал раскапывать на самом деле, почему я такой, какой я есть, и как я могу быть другим. То есть освобождение – это прежде всего свобода от вот этих негативных суждений, которые накапливаются у человека, а накапливаются они повсеместно. Вот вы можете просто поговорить с каким-то человеком или пронаблюдать за другими людьми, потому что за собой бывает даже сложно пронаблюдать, но можно и за собой. И если вы наблюдательный, вы услышите много различных суждений. То есть это суждение «я не могу», «я не хочу», «у меня не получается», «это плохо», «это опасно», «ничего не получится», «ничего не выйдет». И вот таких суждений огромное количество у людей. Их накапливается так много, что люди просто тонут в них. Тонут в каком плане? То есть они мешают, мешают человеку, мешают ему быть разумным, счастливым человеком. И таких суждений, когда накапливается большое количество, человек погружается в пучину неосознанности. То есть он начинает действовать неправильно, неэтично, у него появляются болезненные ощущения. Соответственно, он становится несвободным. То есть он сам закрепощает себя. Конечно, ему помогают в этом сделать все, можно сказать, те люди, которые хотят его контролировать, хотят его как-то обманывать, то есть держать в повиновении. И, соответственно, так часто мы и делаем. То есть мы друг друга как-то удерживаем, обманываем для того, чтобы человек куда-то там не сделал то, что мы не хотим, не ушел. То есть вот в таком плане. То есть честность теряется. А чтобы вернуть честность, важно быть свободным самому. То есть когда ты свободен сам, то есть когда ты можешь быть собой и можешь позволять другому быть собой. Вот это и есть свобода. То есть это способность предоставлять и себе, и другому быть собой. Это огромное и очень такое понятное определение свободы. Потому что когда вы лишены вот этих вот негативных суждений, то что вы делаете? Вы делаете то, что считаете правильным. Но не просто правильным, но это еще и целостный подход. То есть вы делаете как важное для себя, так и для других, чтобы это не мешало, не разрушало, а приносило пользу, приносило благо. И вот в свободном состоянии появляется еще такое ощущение ответственности. То есть ответственность в каком плане? Это способность быть причиной своих действий и последствий этих действий. И когда вы являетесь причиной, то вы делаете действия такие, которые направлены на улучшение качества жизни. То есть вы не делаете каких-то разрушительных действий, а делаете те действия, которые помогают. И то есть освобождение происходит шаг за шагом. Есть даже серия шагов, которые называются мостом к полной свободе. То есть они помогают человеку освободиться от этих закрепощающих суждений. То есть и постепенно шаг за шагом повышают уровень осознанности. То есть уровень осознанности повышается за счет чего? За счет того, что мы рассматриваем, как есть вот эти суждения и убираем их со своего пути. То есть происходит постепенное освобождение. Освобождение от негативных суждений, постулатов, от болезней, боли, бессознательности. И человек становится осознанным, и он понимает, что он это духовное существо, которое может делать то, что считает нужным. То есть менять суждения, влиять на реальность, делать то, как действительно правильно, как, ну скажем так, делать то, что приносит больше пользы, больше блага. И этот процесс постепенный, не сразу все получается, бывает делаешь ошибки, бывают откаты назад. Но вот я говорю о том, что этот путь есть, и то есть он как бы постепенный, то есть тут нету какого-то, да, то есть бывает такое, да, конечно, у кого-то происходит большое озарение, он достигает состояния такого, ну очень благостного, такого яркого. Но потом, да, могут быть какие-то откаты назад, и потом снова движение. То есть самое главное, что этот путь есть, и этот путь ведет к постепенному состоянию вот этой духовной свободы. То есть когда человек освобождается от всего ненужного и действует на основе собственного самоопределения, то есть действует так, как ему подсказывает его сердце, так, как он чувствует, так, как вот душа подсказывает. Соответственно, в этом состоянии человек, ну, гораздо лучше справляется со своей жизнью и помогает еще и другим людям справляться. То есть каким образом? Тем, что, например, я могу человеку провести сессию и помочь ему найти те вещи, которые ему мешают, и достичь состояния гармонии и покоя. Вот, ну, конечно же, при этом важно и сессии проводить тоже самостоятельно, чтобы улучшать свое собственное состояние. То есть когда сам находишься в хорошем состоянии, соответственно, гораздо проще, легче помогать другим. Поэтому путь, который ведет наверх не одного человека, а всех, то есть каждый человек может объединиться в пару и вместе двигаться по этому пути. То есть я провожу обучение, помогаю людям улучшать свое состояние и обучаю людей процессингу, то есть каждый может этому обучиться. И также, конечно, провожу сам процессинг, то есть шаг за шагом провожу человека по пути к духовной свободе. Давайте сделаем небольшую практику, посмотрим, как работает процессинг, это уже стало естественным для наших таких видео. Вот просто сядьте в удобном месте, закройте глаза, создайте пространство для сессии, ощутите себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Наполните пространство любовью и посмотрите, есть ли в этом пространстве какие-то сдерживающие убеждения, которые влияют на вас. Посмотрите, откуда они проистекают, есть ли какие-то случаи, где они проявились или появились. И дальше двигайтесь в этот случай и перепроживите его. Один раз, два, три раза, то есть каждый раз в новую единицу времени, то есть не по памяти, а именно перепроживая, как будто вы проходите через случай снова и снова. Удалите оттуда весь негативный заряд, чтобы ваше состояние улучшилось и стало более гармоничным. То есть должно наступить облегчение, исцеление. Если не наступило, то найдите более ранний подобный случай, где есть это сдерживающее суждение и пройдите его таким же образом. То есть двигайтесь все глубже и глубже, пока вы не достигнете состояния облегчения и ваше состояние не улучшится. Тогда, когда оно улучшилось, то есть вы почувствовали, что это негативное суждение больше на вас не влияет, по крайней мере сейчас, то вы можете на этом закончить работу с ним и перейти к следующему, если это необходимо, или просто закончить сессию. Вот когда мы проводим сессии, то я помогаю человеку глубже и глубже двигаться и шаг за шагом очищать свое сознание. То есть это целая серия процессов. Сейчас я показал просто такой небольшой пример, как можно это делать самостоятельно или в паре. Но когда мы двигаемся вместе, то мы проводим сессии, и это уже сессии, направленные на исцеление. То есть они шаг за шагом проводят человека из состояния обычного состояния человека, состояния гармонии, радости, счастья и облегчения. То есть это и процессинг, и обучение. И есть обучение с новым жизнью, где можно пройти курсы, преодоление подъемов и спадов жизни, и достоинство и целостность личности. То есть обучиться тому, как проводить процессинг. И самое главное, что это все делается онлайн. То есть, ну, конечно же, можно приехать ко мне лично. Я в данный момент нахожусь в Одессе, вот, в чудесном городе, возле моря. Вот, и можно приехать лично провести, скажем так, для кого так удобнее, вот, или кто находится в Одессе, то есть провести обучение процессинг онлайн. Можно записаться просто на бесплатную консультацию, где мы пообщаемся. Я расскажу подробнее о том, как все это работает, о том, как я провожу процессинг, одетинг, обучение, программу очищения. То есть все это можно пройти, и это все доступно. Самое главное, что это ваше желание. То есть ваше желание стать свободным, счастливым, здоровым человеком. Вот, и это все возможно, поэтому пишите. Все мои контакты указаны под этим видео. Вот, также там две мои книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление». Можете их прочитать по ссылкам в описании к этому видео. Сейчас на экране появится парочка видео. Также посмотрите, как изменить судьбу. Это как раз о процессинге, о том, как влияют на нас негативные заряды, о том, как можно изменить свою судьбу. Практика процессинга счастья тоже практикуйте самостоятельно, либо с напарником, либо обратитесь ко мне. Подписка на мой канал, если вы еще не подписчики, и мой сайт. Так что добавляйтесь в друзья в соцсетях, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, включите напоминания о новых видео. Это колокольчик, они выходят на моем канале ежедневно. И палец вверх, это... Если видео вам понравилось, то поставьте отметку «Драйвца». Буду очень признателен. А мы будем на сегодня заканчивать, друзья. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это проект Академии счастья. Проект, направленный на исцеление, увеличение осознанности и улучшение качества жизни, освобождения. Вот, мы увидимся с вами совсем скоро, завтра, в следующем видео. До скорой встречи, друзья.